Я сегодня хотела пояснить, так как много подписчиков спрашивала, почему он Онегин именно нарцисс, возникли спор. На мое предыдущее видео ссылку я дам где-то в рекомендациях о том, как убить нарцисса. То есть Татьяна практически убила, совершила так называемое нарциссическое умершление Татьяны Ларина, нарцисса Онегина. Сказав ему, как с вашим сердцем умом быть чувствами у кого-то рабу, тем самым она сорвала с него нарциссическую маску. Сказав ему, что он не способен любить по-настоящему, что он не может контролировать, а у всех нарциссов есть компульсивная потребность контролировать все и вся. А чувства не поддаются контролю, поэтому для них любые чувства привязанности равняются слабостью, рабству и слабости. И Татьяна это поняла, и она практически это сформулировала. Раньше же не было понятия нарциссизма, но она ему дала очень практически четкий диагноз. Еще, почему он именно нарцисс? Смотрите, в начале произведения его описывают как гуляку, кутилу, вот эти понты и так далее. Но самое интересное, что он говорит о своем дяде, когда же черт возьми тебя, он желает смерти своему дяде. Это тоже как бы признак отсутствия эмпатии, что свойственно тоже нарциссам. Но не в этом главном. Главное здесь то, что он не любил Татьяну, когда она его любила, потому что это не сценарий нарцисса. Он спровоцировал, конечно, все. Татьяна не просто так ему письмо написала. Он, скорее всего, спровоцировал всякие... Ну, вы знаете, как нарциссы могут провоцировать, когда надо. А потом думают, ой, я тут ни при чем. И дело в том, что нарцисса не было как таковой любви к детстве, и поэтому ему кажется, что вся вот эта любовь, открытость, для него кажется, это какая-то игра или фальшивка. Да, для него это фальшивка, кажется. Или эмпатия, любви, фальшивка. У него этого не было в детстве. Поэтому ему это было смешно и непонятно. Но когда она изменилась, ну, это называется, как бы, применила технику серый камень, но она, естественно, это делала не специально, он тут же на ее начал реагировать. Так она же мать родная. Вот она, мать родная. Сейчас мы будем ее спасать. Что с тобой случилось? Спасать будем. Мадемуазель Ларина. А ведь мы знакомы. Неужели? Да, кузен. Я видел мадемуазель, но не был уверен, что это она. И что? Я ли это? Да. Вы удивлены? Нет. Но поверьте... Ты все же удивишься, Евгений? Она моя супруга. Поздравления вам обоим. Благодарю тебя. Честь давнего знакомства, княгиня. Подарите мне следующий танц. Благодарю вас, но право же я не танцую. Милый, ты простишь меня? Многие скажут, вот тут его задели самолюбие, и так далее, и тому подобное. Да, задели. Возможно. Но здесь, скорее всего, перенос родительской фигуры произошел именно в этот. Именно тогда, когда она стала холодная и недоступная. И он в нее действительно влюбился. Плюс второй момент. Для нарцисса то, что она жената, это для него предпочтительное. То есть недоступность для него предпочтительная. Потому что для нарцисса любовь – это фантазия. Он, кстати, в тексте у Пушкина было сказано, что он как бы призрительно относится к разного рода семье, семейной жизни. Ему кажется это смешно. Но на это обратила внимание, кстати, еще психолог Татьяна Диченко. Которая тоже исследует нарциссизм. И тоже она говорила, что на Нигина явный такой нарциссизм есть. Судя по тому, как его описал Пушкин. Пушкин, видимо, специалист был пока почему-то. Вот именно тонкий специалист, потому что все описано очень точно. Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки милые не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастные жертвы Ленский пал. Это всего, что сердцу мило тогда. Сердце оторвал чужой для всех. Ничем не связан я одумал. Вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся. То есть это типичная контрзависимость. Одни, да. То есть свободу потерять не захотелось. То есть у нарцисса, да, есть контрзависимость. То есть зависимость от независимости. Эмоциональная прежде всего. У них была небезопасная привязанность к действию. Поэтому для них любовь – это страшно. Любовь – это страшно, любовь – это больно. Да. Ну и, естественно, еще и Ленского. Сам же Ленского убил. Наверняка сам же спровоцировал. Нарциссы обожают провоцировать все эти ссоры. И вот вспоминаем сразу кого-то вспоминаем. Лермонтова, да? Нарцисса. Тот, тоже еще тот нарцисс был. Спровоцировал дуэль, которую его забили. Я уверен. Но, чтобы продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом сейчас насмерить волнение в крови. Но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ну, тут все понятно. Любовный бред нарцисса. Ну, это больше напоминает такой бредовый. Они очень экзальтированные. Любовные объяснения у нарциссов бывают. Но они практически искренние. Часто они бывают искренние. Почему? Потому что нарцисс... Мне нравится в своем описании. Нарцисс – это пограничник. Имеет ядро пограничника, который в оболочке грандиозность. И вот если эту грандиозность пробить, оттуда вылезет пограничник. Вот, пожалуйста, влюбленный пограничник. То есть в прощальном ответе, когда в последней сцене, когда она его отвергает, она ему конкретно говорит, что практически открытым текстом говорит, что он нарцисс. Не потому, что она жената. Он, в принципе, ей ничего не предлагал. Обратите внимание, в его письме он не делал предложения. Он просто говорил, я хочу видеть вас, и все такое. Нет, не в этом дело, что она жената. А в другом, именно в нарциссизме, она его отвергла из-за этого. Послушайте. Тогда не правда ли? В пустыне, вдали от суетной молвы я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна. Что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен. И мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Ну, то есть, грубо говоря, она ему сказала, что ты фальшивка, твоя любовь фальшивая. И ты ничего, кроме как потешить свое самолюбие. Я в нее верю. Ты просто хочешь потешить свое самолюбие. И это не любовь. Грубо говоря. Я плачу. Если вашей тайне вы не забыли до сих пор, то, знаете, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда в моей лишь было власти, я предпочла обидной страсти этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели бы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче? Что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? Ну, для Негина, для нарцисса, вернее, быть рабом – это равносильно смерти. Потому что они считают себя всемогущим богом, который все контролирует. И тут она ему дала понять, что он ничего не контролирует. И мало того, что он не бог, а какой-то там раб. Раб каких-то чувств.